День Дружбы Народов отмечается в Самарской области в сентябре. Он был учрежден законом Самарской области от 10 ноября 2014 года о памятных датах Самарской области по инициативе Региональной общественной организации «Союз народов Самарской области», которая объединяет многие национально-культурные организации. Этот праздник стал зримым символом взаимопонимания, добрососедства и согласия между народами, веками живущими бок о бок в нашем регионе. Мы вместе трудимся ради блага и процветания Самарской области, всей России, делим радости и вместе решаем проблемы. Он уже полюбился тысячам жителей нашего города и с каждым годом ширится география приуроченных к нему мероприятий. И сегодня его отмечают во многих городах и районах нашей области. В этом году фестиваль носит ярко выраженный современный характер, потому что этнофестиваль – это форма, которая позволяет проявить наилучшие качества артистам, людям, которые сохраняют культуру, показать те нюансы, которые в обычных традиционных форматах, может быть, были бы представлены в скрытом виде, в скрытом для публики, естественно, для людей, которые не находятся постоянно в этой теме, для людей, которые, может быть, соприкасаются с ней время от времени. Но именно формат этнофестиваля позволяет нам показать всю яркую палитру красок национальной жизни. Этот праздник, организаторами которого традиционно выступает Дом дружбы народов Самарской области, региональные и национальные общественные организации при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара, отмечается уже в пятый раз. В нем приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, представители областной и городской администрации, жители и гости губернской столицы. Ну, разные приветствия здесь. Херликен! Отлично! Такие праздники как раз духовно обогащают нас, делают нашу жизнь многоцветней, многокрасочней и ярче. Этнофестиваль «Всем и Россия» органично сочетает в себе элементы национальных культур и современные тенденции в виде развлекательных и просветительских программ, дискуссионных площадок, выступлений национальных творческих коллективов, интеллектуальных турниров, мастер-классов и тренингов, интерактивных игр и площадок, танцевальных флэш-мобов и конкурсов. Русские крестовые традиции «Харабот!» 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 Для любителей селфи были организованы многочисленные фото зоны с уникальными арт-объектами. В рамках праздника состоялись выставки народных костюмов. Наглядно и красочно были продемонстрированы особенности празднования свадеб согласно национальным традициям и обычаям. Этносвадьбы, национальные свадьбы уже были представлены не раз. И трудно сказать, какая из них более красочная, какая более интересная. У каждого народа свои традиции. И в каждом народе есть свои особенности. Но в каждом народе остается то, что сохраняется в веках. Молодым желают счастья, молодым желают богатства, молодым желают совет да любовь. И именно это можно и будет сегодня услышать на разных языках в преломлении разных национальных культур. Поздравляя гостей праздника, председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев отметил. Самое главное – дружба. Без дружбы жить невозможно. Поэтому я желаю всем присутствующим дружбы в домах. Дай бог, чтобы вы действительно прожили больше, удачливее. И все от всей души я вам этого желаю. И от Союза народов Самарской области. Национальным культурным объединением. Сегодня день дружбы. Желаю, чтобы всегда в ваших семьях была дружба, согласие и удача. На площадке национальных общественных объединений глава региона ознакомился с выставками, рассказывающим о народах, проживающих на территории Самарской области. Здесь можно было увидеть национальные костюмы, предметы быта, предметы декоративно-прикладного искусства. Каждый раз празднование Дня дружбы народов становится уникальным и запоминающимся для всех его участников и, конечно, гостей. Пять лет тому назад Союз народов Самарской области вышел с инициативой проводить как праздник день, которым все встречаются, представители разных национальностей, показывают свою культуру, узнают друг друга, дружат, общаются. И вот такой праздник он был принят. Это наш региональный праздник. Мы его проводим в этом году в пятый раз. И год от года мы собираем пожелания людей, как нужно его провести, с большей пользой, с энтузиазмом, с такой красотой. И меняем формат. В этом году мы большое внимание тоже уделили молодежи, детям, подрастающему поколению. И мы увидели, сколько много новых площадок у нас интеллектуальных появилось, музыкальных, литературных. Здесь же у нас сегодня молодые пары, они встречаются, все, которые сегодня регистрируются, они встречаются и перенимают опыт у тех пар, которые прожили 50 и более лет. Узнают о национальных традициях. Ну, а вообще, я думаю, что это замечательный для нашего города и для нашей области день, праздник. Это подтверждение тому, что настолько мы все интересные, разные, но живем мы в Самаре, мы дружим, общаемся. И дай Бог, чтобы мир и согласия всегда были на самарской земле. В 2019 году праздник отмечается в пятый раз. В этом году празднование Дня Дружбы Народов состоялось 14 сентября. Центром его стал Струковский парк в Самаре. Здесь праздник прошел в формате этнофеста «Всема Россия», яркого и красочного, который отразил современные взгляды, принципы и приоритеты в реализации государственной национальной политики и подарил незабываемые впечатления всем – школьникам и молодежи, взрослым и родителям с детьми. Друзья, громче аплодисменты! Всем известна старая притча о том, как старик собрал сыновей и показал им веник, который по одному прутику сломать легко, вместе же переломить практически невозможно. История нашей страны демонстрирует нам яркие примеры того, что только объединившись, только будучи вместе, мы можем решать любые задачи и противостоять любым вызовам и угрозам. Точно так же эти праздники, праздники, носящие объединяющий характер, позволяют нам лучше узнать друг друга, позволяют нам объединиться. Не когда объединяет какая-то общая беда, а когда объединяет общий интерес, желание жить рядом, находиться вместе и решать совместно задачи. Мы разные, разные у нас культуры, но живем мы в одном городе и объединяет нас гораздо больше, чем разъединяет. Гостей праздник увлек калейдоскоп разнообразных площадок в виде тематических зон. Все они знакомы с деятельностью Дома дружбы народа в Самарской области и национальных общественных организаций, особенностями культуры и традициями многонационального Самарского края. Здесь и развлекательные просветительские программы, выступления национальных творческих коллективов, интеллектуальные турниры, мастер-классы и тренинги, интерактивные игры, танцевальные флэш-мобы, многочисленные конкурсы. Жителям и гостям города Самары праздник понравился очень, и все делились своими впечатлениями. Знаете, мне очень нравится, такой подъем чувствую, и погода благоволит. Люди все нарядные, и вот то, что здесь всякие люди представители всех национальностей, это все так ярко, красочно, хорошее настроение, без преувеличения, без каких-то, без лукавства. Так что спасибо и организаторам, и тем, кто постарался. Люди работают красивые, креативные. Видно, что праздник готовили. Отлично, мне очень все нравится. Очень все разнообразно, интересно. Но мы здесь с друзьями, мы еще были на интеллектуальном конкурсе, который там проходит. Будем еще в финале участвовать. Так, очень даже все весело и очень хорошо. Нам очень нравится. Отлично, отличный праздник. Душевно. Дорого-богато. Мне очень нравится. Прям в восторге. Я здесь неожиданно. И очень рада, что сюда попала. Именно сегодня, именно сюда. Для любителей прозы и поэзии подготовили литературную площадку. Участники читали стихи на родных языках – польском, чувашском, украинском, татарском, казахском, армянском. Здесь же представили литературу на родных. Ты ушла. Я дождусь ли? Вернешься. Ты придешь ли ко мне хоть на миг? Неужели обидел серьезно? Или скукой тебя утомил? Верю я. Ты развеешь однажды затаенную ревность во мне. И слезинки в глазах твоих влажных засияют, как жемчуг во дьме. Верю я. Ты вернешься однажды мне знакомой улыбкой лица. И сильней заколыщется каждым чудотворной любовью сердца. И тогда я дыханием свежим задохнусь от взаимной любви. Поцелую и страстно, и нежно, утопая в объятиях твоих. В рамках праздника прошел пятый фестиваль национальных свадеб, который организовал управление ЗАГС Самарской области. Совместно с национальными общественными объединениями молодых пар, вступивших в брак, чествовали традиционными свадебными обрядами разных народов по Волжье. Интересная традиция. Перед свадьбой все люди, которых приглашают на свадьбу, и даже тех, как бы не приглашают, они берут с собой продукты и несут их на свадьбу, чтобы своя какая-то доля была, участие, чтобы свадьба прошла хорошо. Но и на самой свадьбе, перед тем, как жениху ехать за невестой, на лошадях, с нагайкой, с плеткой, объезжается караван, который уже готов ехать за невестой, чтобы черные силы ушли, и ни в коем случае они не нависли над будущей невестой. У любого из народов всегда есть определенные традиции, по которым проходят праздники. Эти традиции устанавливались веками, и их придерживаются. Один из праздников, который есть у любого народов – свадьба. Поэтому очень важно придерживаться традиции и обрядов, принятых у каждого народа. Посолите и покормите друг друга. Ну что, солоно? Так вот, запомните! Не солите друг другу! Живите дружно! Татарская свадьба – важное событие для будущей мусульманской семьи. Это уникальное торжество с богатыми национальными обрядами. Соблюдение мусульманских традиций древнего народа делают татарскую свадьбу самобытной и по-настоящему колоритной. Руки невесты окунают в муку, чтобы семья жила в достатке и сытости. Невести при этом говорят пожелания – уважать свой род и род мужа, будь примером в любой работе. Узнали мы о традициях казахской свадьбы. Оказывается, что казахская свадьба является особенным событием в жизни молодой пары и их родни. Поэтому родители договаривались о свадьбе задолго до взросления детей и уделяли много внимания подготовке парня в роли мужа и девушки в роли жены. В современном варианте свадьба у нас сейчас три дня, а раньше это все растягивалось на несколько месяцев. Вот в этом, примерно, главная особенность, то, что свадьба у нас занимает такое время. Вот мы с мужем в браке около 10 лет ровно в этом году, и у нас была самая настоящая такая свадьба. Мы с мужем поженились, уехали уже в командировку на работу, а наши родители уже без нас, знакомились, общались, знакомились своих родных друг с другом. Это уже, допустим, мы поженились в конце лета, а торжество еще до декабря у нас растянулось. Такого свадебного обряда, как у Чувашии, нигде нету. Невеста для того, чтобы выдавать замуж, месяц готовит. Невесты по вечерам сидят, песню поют, все обряд изучают, как провести. Когда жених приходит за невестой, у невесты должен быть сундук с приданными. Невесты сидят на сундуке и ждут, когда невеста, жених подойдет. Пока жених не выкупят, всем девушкам раздает деньги, тогда только они поднимаются со сундука и берут с двух сторон невесту, подводят к жениху, подают. И жених берет ее на руки или за руку между ними, чтобы чужие люди не проходили. Пока вперед уезжает невеста, который провожает невесту девушке, открывает ее сундук и полностью украшивает дом жениха. Подзорники, на окна, скатерти, все должно быть. Пока приедет свадьба, квартира уже, дом, допустим, деревенский, полностью должно украшено быть. Когда заходят со стороны жениха все гости, а потом сзади, следом заходят гости со стороны невесты, всех садятся за стол. И в первую очередь, когда призывают, жениху, невесту знакомят с свекровью, со свекром, и в знак благодарности невеста начинает раздавать подарки гостям со стороны женихов. Только тогда начинается свадьба. Также приветствовали национальные пары, отметившие юбилеи семейной жизни, чествовали супружеские пары, прожившие браки 50 и более лет. И здесь собрались самые крепкие семьи Самары. Для них одна из важнейших жизненных ценностей – сохранение семейного очага. Супруги принимали поздравления от первых лиц города. Приятного ничего нету, когда поздравляешь действительно людей, которые знают в этой жизни все. Счастья, здоровья вам надо же 50 лет и выше. Это же здорово, это действительно взаимопонимание. Хочу сказать для молодых, вот вам живой пример, чтобы вы еще больше, еще лучше жили, чем вот они. А им пожелаю, чтобы 75-летие в совместной жизни здесь тоже отмечали, чтобы мы их поздравляли. Уважаемые юбиляры, разрешите зачитать приветствие губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Уважаемые юбиляры, примите мои самые теплые, сердечные поздравления с замечательным юбилеем вашей супружеской жизни. Крепкая, надежная семья, великая ценность, которая дает человеку опору и смысл для всего, что мы делаем. Ощущение полноты жизни. Семья – это живая связь между поколениями школы любви, терпения, ответственности и взаимной поддержки. Именно в семье передаются от старших к младшим главные духовные ценности и традиции. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и сердечного тепла родных и близких. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Любителям театра было интересно побывать на площадке Народный театр. В нашей стране проходит год театра, и здесь специально к году театра Национальный народный театр Самарской области представили свои постановки. Здесь же творческие коллективы национальных общественных объединений представили парад национальных обрядов. Другим уникальным проектом стала картина «Мы рисуем дружбу», на которой гости праздника совместно с профессиональными граффитистами создают рисунки, символизирующие дружбу народа в Самарской земле. Принять участие в этом смогли все желающие. Мне кажется, очень неплохо у вас получается. Они даже не отворачиваются. Да, да, сосредоточено, это хорошо. Незабываемое впечатление всем подарил «Фолк-квартал». Здесь праздник открыло театрализованные действия, отражающие единство народа в Самарской области. А затем началась концертная программа с участием национальных коллективов, в том числе победителей международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, а также приглашенных гостей, которые представили культуру нашей многонациональной страны в самых разнообразных номерах. Это и музыка, песни и танцы разных народов, артисты оригинального жанра. Но самое большое число зрителей собрала главная сцена, на которой выступили национальные творческие коллективы со всей Самарской области. Друзья, давайте поддержим наших участников! Продолжение следует... Танцевальный флешмоб Танцевального импровизированного соревнований в рамках концертной программы. Танцевальный флешмоб Все мы Россия и вместе мы сила. Каждый народ, храня и развивая свои традиции, вносит в общий многонациональный букет региона элементы своей культуры. Национальные праздники и фестивали стали символом единения народов, образцом межнационального согласия. Патриотизм прежде всего – любовь к родине, что следует из самого значения этого слова. А любовь к родине столь многомерна и столь многогранна, что сегодня на празднике, посвященном Дню народов и культур Самарского края, мы можем увидеть восприятие любви к родине через различные национальные культуры, через различные элементы этой культуры, через культуру танца, через культуру письменную, через культуру свадеб, через культуру приготовления различных блюд, через декоративно-прикладную культуру. Все это складывается в одну большую картину, где каждый элемент играет свою важную роль. И каждый элемент дорог именно в сочетании с другими, потому что именно это дает целостную картину, целостное восприятие любви к родине и в целом патриотизма. Ах ты, волгоматушка, волгомольная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова